Социальный контракт в действии. По нему малообеспеченные граждане и безработные могут получить финансовую поддержку от государства. В январе этого года внесены некоторые изменения. Какие именно, расскажем в нашем сюжете. Что мы тебе будем шить? Например, модные худи из капюшона. Портной, закройщик, модельер по образованию и по призванию. Окончила Донецкое швейное училище и в профессии уже больше 20 лет. Яна Эмец с семьей из Донецкой области в Серпухов переехала в 2015 году, взяв с собой швейную машинку и утюг. Знала, что ее специальность всегда прокормит. Но с двумя маленькими детьми сложно было найти работу с удобным графиком. У меня заболел ребенок, мы попали в больницу. Два месяца мы с ним пролежали в больнице. Естественно, интернет в помощь, скажем так. И в интернете я нашла эту информацию, начала изучать. И когда уже мы выписались, я обратилась в соцзащиту. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Эта известная поговорка очень хорошо подходит и в нашем случае. Благодаря социальному контракту можно открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, пройти переобучение, устроиться на работу, а также получить поддержку в трудной жизненной ситуации. Для меня лично, я как большую часть жизни прожила в другой стране, это, естественно, необычно. Потому что там такого нет и возможностей таких тоже нет. А здесь это, можно сказать, получается как подарок. На деньги, полученные в рамках социального контракта, Яна открыла ателье. Закупила необходимое оборудование и несколько бытовых машинок для будущей школы шитья, в которой мастер будет обучать портному мастерству детей. У меня старший помладше был, говорит, я буду ательером. Ателье существует уже два года. Оно работает как мастерская по ремонту и пошиву одежды и каворкинг-центр, куда могут прийти другие мастера, взять в аренду оборудование и работать. В Серпухове уже заключено более 90 контрактов. Программа действует четвертый год. В основном в двух направлениях – поиск работы и осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Это государственная социальная помощь, направленная для поддержания малообеспеченных граждан. То есть в первую очередь она оказывается гражданам с низким доходом, доход, который не превышает величину прожиточного минимума в Московской области. У нас законодательством нет таких ограничений, что, допустим, предпринимательской деятельностью может заняться человек только без работы. Нет, он может работать, но доход его не должен превышать определенную сумму. Это прожиточный минимум на душ населения в Московской области. Получить социальный контракт несложно. Для этого нужно составить бизнес-план. От него будет зависеть и сумма, которую получит заявитель. Она может доходить до 350 тысяч рублей. Также нужно будет пройти обучение на интернет-платформе МСПРФ и сдать тест на предпринимательскую грамотность. Даже если не получится пройти тестирование, можно получить бесплатное обучение основам бизнеса. С этого года введены некоторые изменения. Нововведения есть. Во-первых, мы не включаем в доход семьи родственников, которые прописаны с нашим заявителем, но не являются членами семьи. Если мы в прошлом году включали в состав семьи всех зарегистрированных на одной жилплощади, это были и бабушки, и племянники, то сейчас в состав семьи заявителя входит только супруг и несовершеннолетние дети. Супруг супруг и несовершеннолетние дети. С января 2024 года введена единая форма заявления, и его можно подать через госуслуги. Не стоит бояться этих новшеств. Они повышают шансы на успешное начинание и ведение своего дела.